Торжественный выход на поле, хотя игроки совсем далеки от профессионального спорта. Среди них подростки с ограниченными возможностями, дети из неблагополучных семей и детских домов, а также еще две категории – юные жители новых регионов России и дети участников специальной военной операции. К последнего время церемонии открытия турнира обратился лично губернатор края. Я знаю, что у многих ребят там, или девчонок там, или братья, или отцы – это наша народная, наша личная история. Давайте мы здесь своими усердием, своими успехами, своими победами порадуем и поддержим наших военных. После официальной части «Бой на поле» за звание лучших футболистов борются 8 команд из разных уголков края. Многие игроки хоть и готовились к турниру, на профессиональной площадке мяч гоняют впервые. Дело отдаются самоотверженно. На поле одновременно всего 8 команд. Для этого площадку разбили на 4 зоны. Места хватило всем, а главное – турнир удалось провести всего за несколько часов. Азарта и эмоции было достаточно и игрокам, и болельщикам. Но на поле все как в настоящем спорте. Не обошлось без травмоопасных моментов. Большой футбольный турнир для определенных категорий детей в Барнауле проводят впервые. Это стало возможным благодаря Всероссийскому благотворительному фонду «Ветер добрых перемен». Его основатели и спонсоры – известные российские спортсмены и бизнесмены. Они уверены, с помощью футбола есть шанс получить путевку в жизнь или хотя бы приобщиться к спорту и получить заряд положительных эмоций. Специализация, прежде всего, вовлечение и самореализация себя как личности через футбол. Чем больше вовлечено занятие спортом, футболом, тем лучше. Наша основная задача даже не то, чтобы найти талант, а как раз таки привлечь внимание детское. То есть футбол – это не только вид спорта. Для нас это как образ жизни. И на самом деле здесь и обрести друзей, обрести общение, здоровье. Барнаул стал четвертым городом в России, где состоялся благотворительный матч. Его победителями стала сборная команда детей-участников СВО. При общении с прессой игроки сильно смущались, но спортивной победе признались очень рады. Теперь им предстоит сыграть в полуфинале, который пройдет в Москве в сентябре этого года. А пока в завершении встречи все без исключения юные спортсмены сыграли со звездами российского футбола. Денис Лямзин, Дмитрий Денисов, День с толком.